Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. В Орле состоялся Всероссийский экономический форум. В нем приняли участие руководители КПРФ, депутаты Госдумы, известные ученые и экономисты. Лидерком партии Геннадий Жиганов представил антикризисную программу из 10 пунктов, разработанную учеными-экономистами. КПРФ можно выразить в 10 пунктов. Позвольте вам ее представить. Первое. Необходимо восстановить экономический суверенитет и реальную независимость страны. Для этого прежде всего предстоит установить должный государственный контроль над банковской системой и валютными операциями. Только по данным статистики за последние 14 лет из России легально вывезено почти 790 миллиардов долларов или 39 триллионов рублей. Добавьте к этому различные серые схемы и эта цифра удвоится. Весь этот дикий отток капитала и валюты за кордон необходимо прекратить. В перспективе необходимо отвязаться от доллара. Почему Россия должна покупать пустую бумажку за 75-80 рублей? Чтобы 100 долларов напечатать, надо всего 5-7 центов. А за 100 долларов можно многое уже купить. В свое время Сталин не стал тратить деньги на зеленые фантики, а приравнял рук к золотому эквиваленту, так была обеспечена защита Советского Союза от кризиса и санкций. Второе. Минеральная сырьевая база России обязана служить народу. 10 тысяч рудников сегодня не работают на граждан страны. Выручка от эспорта сырья должна идти в казну, а не обогащать олигархию их челюсть. Мы уверены, что 90-95% избирателей проголосуют на народном референдуме за решение о национализации минеральной сырьевой базы страны. Мы уверены, что вы абсолютно поддержите. Только это позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей и сделать ее бездефицитным. Третье. Экономика должна стать наукоемкой, развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений. Пора остановить губительные реформы в сфере науки. Предстоит на порядок увеличить финансирование исследований отечественных ученых, завести удельный вес организаций, осуществляющих инновационные разработки с 10 до 40%. Именно так обстоит дело в развитых странах. У нас в Москве было тысячу проектных институтов. Два десятка осталось, и те полуживые. Срочных мер по спасению требует сельская хозяйство. В стране 42 миллиона гектаров заросли бурья. Вчера молодец Потомский показал, он там доказал, с космоса отсняли, каждый клочок брошенной земли виден. Но у нас иногда приезжаешь, не надо с космоса смотреть, куда не подальше, сюда ли березняк или кустарник растет. Еще нам доказано, что Россия способна покормить не только собственное население 145 миллионов, но еще свыше 500 миллионов человек. Вместо этого мы заводим половину продовольствия, зачастую уникального качества, стыдные и позорные. Земли, сельхозное значение необходимо вернуть в оборот. И не надо тут ничего не бояться, не стесняться. Пятое. Необходимо всемирно поддержать народные предприятия, ярко демонстрируя свою эффективность. Свою перфективность народные предприятия демонстрируют не только населенную промышленностью. Достаточно упомянуть картонно-бумажный комбинат в набережных челнах или народные предприятия знамя в Свердловской области. Сам характер этих предприятий такой, что они развивают не только производство, но и всю социальную инфраструктуру. Шестое. Наступило время мобилизовать кредитные ресурсы для возрождения страны. Нам надоело слушать, что у правительства нет денег. Это самая большая ложь. На декабре 2015 года золотовалютные резервы России вместе со средствами резервного фонда и фонда национального состояния составили 36 триллионов рублей. Два бюджета. На депозитах в банках находятся еще 22 триллиона. Таким образом, помимо бюджета имеется 58 триллионов рублей, которые можно использовать разумно для комбитования. Седьмое. Не раз предлагали вести контроль над ценами на товары первой необходимости и на лекарства. В прошлом году наша Франция внесла поправки в закон о торговле и предложила установить порядок и размер торговой наценки на отечественную продукцию. Этот порядок мог бы остановить и рост потребительских цен и общей инфляции. Однако единородцы не приняли, их подход такой не устроил. Цены на продукты питания в результате средний подпрыгали на 20-25 процентов, а то и удвоились. И в царское, и в советское время доказала свою эффективность монополия государства на производство и реализацию винно-водочных продукций. Сегодня же огромные деньги текут в карманы водочных королей. Госмонополия на производство и реализацию спиртосовержащей продукции дат бюджет страны еще от 3 с лишним триллиона рублей. Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему. Нынешние налоговообложения тормозит развитие экономики во всех ее отраслях. В десятках стран мира важнейший источник выполнения госбюджета прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он введен в США, Китай, Франции, Германии, Швеции и многих-многих других государствах. Мы просто обязаны ввести этот налог в России, где 110 человек, всего 110, захватили более трети национального богатства. Паранозируемый экономический эффект превышает 4 триллиона. Кроме того, это будет более чем справедливо. Нерабочие, учителя, врачи, военные, инженеры, студенты, пенсионеры повинны в экономическом кризисе. Не они и должны за него расплачиваться. За дело рук своих пусть отвечают прежде всего олигархи и их бездарные чиновники. Пора спросить и заставить их отчитаться за свою работу. Девятое. Наш принцип «забота о стране – это забота о людях». Когда 10% населения завладели почти 90% национального богатства, не стоит удивляться диким масштабам бедности. Но такое расслоение обязательно обернется сражениями на улице. Это уже проходили. И богатые должны понимать, чем это пахнет, вовремя принимать соответствующее решение. Пора превратить Россию в реально социальное государство, как записано в Конституции. Сегодня в России нет социального государства. Это феодально-олигархическое государство, которое поделили целые куски и свою отчину почуют, как хотят. Песятое. На уже упомянутом доводском форуме был затронут вопрос о судьбе культурно-нравственных ценностей в современном мире. Основатель и президент форума Клау Шваб заявил о том, что на человечество на убийство угроза лишится души и сердца. Для России эта угроза более чем реальна. Души людей разлагают как пропагандой насилия и бездравственности, так и при помощи антисоветизма и русофобии. Отвратительные выходки некоторых известных людей – лишь небольшой штрих к этой позорной картине. По государственным телеканалам по-прежнему крутятся жирные фильмы и передачи, мажущие грязью священные страницы и образы великой истории великого народа. И эта смертельно опасная мина закладывается под будущее России. Но обезвредить ее, безусловно, можно. Главным нашим союзником в данном деле является народ-победитель. Он еще раз в прошлом году показал, что может уверенно стать вредами смертного полка, оставивая знамя октября, знамя победы, нашу веру, традиции, наши идеалы. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.